Верхний пруд в Калининграде. Вот так вот все шикарно, красиво, прелестно отдыхают. Люди вон выходят со своими покрывалами, на газоне загорают, солнце светит, кто-то катается на лодочках. И вот напротив можно видеть дом Гришковца. Это было бы просто чудесно, если бы вот здесь восстановили трамвайное сообщение. Летом могли бы с ветерком вдоль верхнего пруда прокатиться, насладиться зелеными посадками в виде тополей и клёнов. В то же время полюбоваться на водичку, которая плескается в Верхнем пруду. Верхний пруд излюбленное место калининградцев. Туристы, может быть, сюда изобретают, но не так активно, как калининградцы. Потому что место действительно шикарное. Вот даже местные рыбаки калининградские сюда приходят. На самом деле озеро создавалось для того, чтобы разводить рыбу. И здесь на самом деле рыба присутствует. Так же, как и в озере Шонфлис. Да, ну а о нём позже. Сегодня мы разговариваем про Верхний пруд. Верхний пруд находился за пределами города до начала 20 века. И вот после 20-х годов здесь начали строить престижный район Марао-Энхоу. Данный пруд превратился в место отдыха горожан. Идём к дому Гришковца. И давайте немножко поразмышляем по поводу того, кто он такой. Гришковец родом из Кемерово. И вот почему-то выбрал Калининград. Западный регион России. Единственная знаменитость Калининграда. Вспомним его автобиографичное произведение, которое называется «Реки». Где он много пишет о своём детстве, о деде, об отце. Если прослеживать его произведения, там всегда можно увидеть поиск самоидентификации. Где он задаётся вопросом «Кто я?». На горизонте можно видеть Белый мост. Это уже современное такое оформление. В начале 20 века это был полностью деревянный переход. Но назывался он Белый мост. Немцы любят всему давать названия. Заканчивал свой репортаж про Тельмана. Мы как раз-таки завершили тот репортаж в начале Верхнеозёрной улицы. И вот там были всякие коттеджи шикарненькие, виллы. И они на самом деле отличаются друг от друга. Все по каким-то индивидуальным проектам созданы. Как я понимаю, они были построены где-то в 30-х годах. Ну и представьте, с видом на это шикарное озеро. Озеро на самом деле имеет петлевидную форму наподобие реки. Оно искусственно создано для разведения рыбы, как я сказал. Повторяюсь, и возможно это было специально прорыто таким образом, чтобы рыба себя чувствовала как в реке. С другого берега подошли. Справа видна с мансардой и красной черепицей. Я думаю, да, это черепица. Она не отражает свет как металл. Это дом Гришковца. Это оригинальный дом. А вот который слева, здесь уже трудно заключить, оригинальные это дома или нет. Я думаю, что все-таки нет. Во-первых, самый левый дом, который имеет как минимум 5 этажей. Немцы такие дома не любят строить. Во многих видео на ютубе можно историю про этот дом услышать, что он 30-х годов постройки. Изначально в нем жила семья врача. Потом, соответственно, после войны заселили две семьи, которые не очень дружелюбно жили. Гришковец до этого вроде бы жил где-то в районе сквера Шопена. В 90-х годах он переехал. В 90-х годах он переехал? Он переехал в 90-х годах в Калининград. А дом этот он купил где-то в 2000-х, когда он стал зарабатывать. В его произведениях очень много присутствует в Москве. Писатель с навязчивой идеей о Москве, что вот там так круто, все там ля-ля-ля. Хотя, опять же, его герои. Он противополяет Москву и остальные города России. Ну да, да. Потому что он остальные города никак не называет, просто города и города. Но всегда присутствует, как антипод этим городам, всегда присутствует Москва. А как антипод в Москве, уже герои, живущие в Москве, они мечтают о заграницах. Почему-то о Европе больше мечтают. Вот, да, это вот наши такие рассуждения с женой. Она тоже любит Гришковца. Она, в общем-то, меня привела к его творчеству. Какое у тебя любимое произведение? У меня любимое произведение, не знаю, рубашка про любовь. А чем были для меня другие города в то время, когда мой город был неизведан и огромен? Другие города, то есть те, в которых я не был и не должен был побывать. Этих городов как бы и не было вовсе. Их названия возникали в жизни только в связи с тем, что папа уезжал туда в командировке. И я с нетерпением ждал его. Потому что папа всегда из командировки привозил подарок. Другие города звучали в новостях по телевизору и в прогнозе погоды в конце этих новостей. Еще другие города были на светящейся панели большого радио, которое стояло в спальне у деда. Радио было большое-большое с деревянными стенками. Оно было красивое, солидное и старое. Старое даже тогда, когда я маленький рассматривал его. Его приятно было включать. Я поворачивал ручку, раздавался такой мягкий щелчок. И загоралась зеленая лампочка. А с секундным опозданием, медовым светом зажигалась панель. Приятнее всего было включить радио и тут же выключить в комнате свет. Тогда радио становилось совсем красивым и таинственным. Я крутил ручку на стройке. Стоя возле радио на коленях, красная палочка ползала по шкале взад и вперед. На шкале были написаны названия городов. Рига, Минск, Киев, Берлин, Варшава, Хельсинки и даже Мехико. Между этими городами были только треск, шипение и свист. Эти звуки оказываются так похожи на треск дров в камине и завывание ветра в трубе. Те радио стоили очень дорого и были не у всех. Теперь камины в хороших домах в известной степени выполняют ту же функцию. Тоже светятся, тоже трещат, шипят и завывают. А теперь, когда я лечу в самолете из города в город или даже из страны в страну, или лежу на полке в вагоне поезда, который мчится в ночи из одного пункта в другой, мне кажется, что я даже вижу мальчика, который стоит на коленях возле того старого радио, крутит ручку и я перемещаюсь в пространстве. Замечательное место. И мы начали с этого берега показывать дом Гришковца. Немного его процитировали. Интересная личность, почему он выбрал Калининград. Для меня вообще загадка, почему люди переезжают в Калининград. Для них это тоже загадка, но чем-то Калининград им примечателен. Здесь какая-то своя особая атмосфера. Кому-то внутри голос говорит, я хочу остаться здесь и это мой город. Предположим, что с Гришковцом так же это случилось. В Калининграде очень много улиц, названных в честь писателей. Гоголя, Некрасова, Пушкина и так далее. По-моему, даже Лермонтова есть. Островского. Островского улица. Так что не исключим, что когда-то, возможно, лет через 20-30 в Калининграде появится и улица Гришковца. Здесь открывается вид на верхний пруд, начало верхнего пруда. И через улицу Черняховского вниз идет Нижний пруд. Весь Нижний пруд мы не будем затрагивать. А вот начнем с этой таблички. Каскады Замкового пруда 1910-1937 года подлежит государственной охране. Вода течет с верхнего озера. Посмотрите, вот по этой всего лишь трубе водичка таким образом, таким каскадом спускается и наполняет нижнее озеро. Мы говорили о том, что верхнее озеро, верхний пруд был создан искусственно для разведения рыбы. И как раз таки вот по этой трубе, которая не очень большой объем воды пропускает, рыба, конечно, не могла проходить и оставалась в верхнем пруду. Артефакты старой лестницы. Сегодня она упирается в дерево. Эта лестница так вот спускалась. Сегодня, конечно, здесь все по-другому выглядит. Нижний пруд также искусственный, как и верхний пруд. Пруд создан в 13-м столетии. Здесь имеется три арки. Сверху у нас пять арок. Тевтонский орден запрудил реку Прегаль. Таким образом образовался Нижний пруд. Он располагался рядом с Кёнигсбергским замком. И вода пруда использовалась для наполнения рвов, замка. Также на пруду находилась водяная мельница. Первоначально пруд назывался Мельничным. Различные истории грузятся вокруг этого Нижнего пруда. В 1753 году через пруд перекинули мост. И в 1869 году здесь случилась трагедия. Во время посещения Кёнигсберга королем Вильгельмом I мост рухнул, не выдержав наплыва публики. Погибло 32 человека. Сегодня существуют другие стандарты, но вот тогда, к сожалению, трагедии тоже происходили. Как раз таки связанные с инженерными упущениями. Такие бордюрчики из камней сложены и в водосток уходил пруд. Если присмотреться, искусные умы заметили данный ландшафт. На другой стороне вверх идет холм. И этот холм так вот идет, идет, идет. А здесь, видимо, такая ложбина была. Верхний пруд находится на высоте, на холме. Не нужны никакие насосы для того, чтобы вода текла. На самом деле, вся водосточная система Кёнигсберга очень сложная. И чтобы в этом разобраться, ну, наверное, понадобится не один день. Потому что вдоль Литовского вала также проходит канал, который связан с верхним прудом. Вот, как уже упоминалось, в средние века начали использовать для наполнения как раз таки каналов, которые окаймляли Кёнигсбергский вал. Кёнигсбергские фортификационные сооружения. Давайте еще раз насладимся этим прудом. С той стороны имеются скамеечки, на которых можно посидеть. А мы пойдем на Клиническую улицу.